Всем огромный привет, ребята! Мы так и не смогли дозвониться до Арсена и до Жени тоже, но сейчас выходные, может быть, они куда-то уехали, я не знаю. В общем, мне покоя не дает то место под лестницей, которое мы нашли. Я сейчас нашла небольшой фонарик. Это лазер, но здесь есть вот функция небольшая такая, фонариком. Короче, ребят, я хочу все-таки залезть в то место, где была Синди. И хочу посмотреть, что там. Мне в комментариях, в инстаграме пишут, что там кто-то видел какую-то бумажку. Я хочу посмотреть. Так, Леша с Алисой в зале, Леша Алису кормит. Ребят, мне немного страшно, но... Ну, я надеюсь, что я там найду то, что вы мне говорили. Ребят, мы еще говорили, чтобы я обязательно посмотрела, что это такое. Это какие-то плинтуса. Это сумка Арсена. Ребят, кошмар, как много здесь шариков. Вы это видите, ребят? Если видите, поставьте лайк. Ребята, посмотрите. Здесь прямо над сумкой какой-то кружок нарисован. Ребят, что это может значить? Может, здесь помечено, что это какое-то место особенное? Здесь просто логово этих шариков. Похоже, вы были правы. Что-то там лежит. Смотрите, я никогда не видела так много шариков, ребята. Обалдеть, их так много. Ребята, этого не может быть. Посмотрите. Они повсюду. Они как медузы в море. Какие большие. Кошмар. Ой, боже мой. Леш, мне страшно. Леша. Леш, помоги мне, пожалуйста. Леш, на минутку подойди ко мне. Леш, смотри, смотри. Я никогда не видела так много шариков в одном месте. Даже у тебя в комнате столько не было. Ужас просто. Смотри. Смотри, ты видишь, как их много? Обалдеть. Капец. А что ты сюда вообще пришла? Леш, я хочу заглянуть туда, в эту нишу. Ты не поможешь? Я уже смотрел. Мне в комментариях написали, что там была белая бумажка. Синди. Ну, загляни, достань. Синдечка, отходи, я посмотрю хорошо. Нет там ничего. Есть. Леш, Леша, там есть. Что ты кричишь-то, я слышу тебя. Помоги достать. Леш, я сама не дотянусь, там что-то лежит белая. А вон, возьми кусок клинтуса и достанем. Слушай, как ты думаешь, эти шарики в меня не проникают? И ты начинаешь кашлять из-за этого? А вдруг они сквозь меня проходят? Ребят, мне так страшно туда лезть. Леша меня не поддерживает. Что случилось, Леш? Это что такое? Что? Что такое было? Красная кровь. Не знаю. Кровь, что ли? Похоже. А где ты испачкалась? Я не знаю, я только здесь была. Леш, я туда не полезу. Я тебе клянусь, там бумажка какая-то. Ты мне не веришь, что ли? Иди посмотри. Сейчас фонарик возьму. Вот фонарик. Это что, фонарик? Здесь есть функция фонаря. Ну не надо мне в глаза все время светить. Ребята, пожелайте нам удачи. Поставьте лайк. Я не понял. Телефон вообще-то. А я только бумажку видела. Какой еще телефон? Здесь телефон. Леш, эти шарики повсюду. Старый телефон. Леш, это же записка какая-то. И если она примутана скотчем, это значит, что кто-то нам хотел оставить послание. Ну, слушай, а нормально то, что мы берем руками? Уже, да. Уже же взяли все. Теперь уже придется открывать его. Ребят, я не думаю, что это совпадение. Ну, реально уже что-то не смешно становится. Мы ведь действительно уже разгадываем какую-то загадку. Мне так страшно. Похоже, тебя эти шарики привели к этому телефону. Ну, я тоже так думаю. Но их здесь реально очень много. А зачем нам телефон-то? Да я откуда знаю, Леш? Телефонами вообще чужими нельзя пользоваться. Это же как преступление. Ну, давай хотя бы записку посмотрим, что здесь написано. Если ты его не купил, этот телефон, то кто-то объявит розыск. Ну, я могу Сереге написать, пусть он пробьет у там по этому, по номеру. Чей-то телефон здесь, наверное, есть чей-то номер. Какой-нибудь номер. Надо его зарядить. Хотя кому он нужен такой старый, раздолбанный, смотри. Я не знаю, Леш. Я думаю, что это фигня. У нас, по-моему, был с тобой когда-то такой, да? Соня. Это же вообще древний. Ну, да, ему сколько? Года 4, лет 5. Да. Чёрный такой у нас был. Кошмар просто. Стоп. Ой, блин. Ребята, найди флешку, никому не отдавай. Ребята, вообще ужас какой-то. А здесь, смотрите, в один конец ищи. И подчёркнута дата 27.12.2019. Номер 9. Что это может значить, Лёша? Не знаю. Слушай, ну если это прикреплено к телефону, может, это в телефоне нужно найти? Лежим. А у тебя есть такой зарядник вообще? У нас нет таких зарядников. Флешки нету? Флешки здесь нету. Так, а тут что? Что это такое, Лёша? Симка. Симка? Да. Ну, симка стоит. А вдруг она ещё работает? Ну, пока ты не включишь этот телефон, ты не узнаешь. Нам нельзя ни в коем случае с тобой включать этот телефон. Вдруг там кто-то нас отслеживает или сигнал пройдёт, к нам приедут. Значит, а вдруг им бандюганы приедут. Значит, его и заряжать нельзя. Нельзя. Его надо сразу отправлять Серёге в лабораторию. Я не буду этим заниматься, мы просто его отправим и всё. Короче, смотри, смотри сама, я пошёл, всё. Ребята, я не знаю, что делать. Нам придётся здесь жить, ребята. И тем более аренду мы заплатили за несколько месяцев вперёд. Я вообще не знаю, как здесь жить. Я не знаю, ребята, как вам, но меня больше всего бесит вот эти шарики. Они повсюду. Я их боюсь. Ребята, я не буду трогать этот телефон. Я его положу рядом с сумкой этого Арсена. Я думаю, что сначала нужно до него дозвониться. А потом, когда мы дозвонимся, мы уже будем думать, что делать дальше. Если он скажет, что этот телефон к нему никакого отношения не имеет, то мы его отправим в нашему другу, в лабораторию. Хватит уже расстраиваться. Айда, вон, ответьтесь, пазлы пособирай. Да уж у меня руки прям трясутся. Опять началось. Нам уже сложно, смотри, какие мелкие пазлы. Их смотри, сколько. Всё, вот твой детектив. Хватит там расследование вести уже. Забудь про это всё. Мама, вышку мы найдём. Вдруг она вообще лежит там под диваном где-нибудь. Вдруг она лежит в лечении. А вдруг это просто дядя Женина флешка. Ты вон, иди лучше вон, отвлекись. Займись, сделай, мы помоем эти грязные окна. Либо с нами пазлы собирай. Я, наверное, окна помою. Папа, а звук будешь собирать? Сегодня хорошая погода. Пазлы будешь ты? Да, я пособираю, дочь, попозже. Сейчас окна помоем. Давай я сразу пазлы и потом уже в окна. Ребят, если вы считаете, что я должна продолжить расследование, поставьте лайк. Если вы думаете, что мне не стоит в это лезть, то ничего не ставьте. Я просто хочу знать, дальше мне идти или нет. Лёша меня не поддерживает. Алиса тоже. Мне, с одной стороны, хочется узнать, в чём же дело, что это всё значит, а с другой стороны, оно мне надо.